Продолжение следует... Сейчас, конечно же, все думаем об этом. В начале нашего собрания мы слышали пророчество, которое было записано в Библии о Иисусе. И я бы хотел сфокусироваться на другом пророчестве сегодня и поговорить на определенную тему, связанную с Рождеством Христа. Если у вас есть Библия, давайте откроем вставши Михея, 5 глава, 2 стих. Михея, 5 глава, 2 стих. Там записано так. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» Можете садиться. Сегодня я хотел бы проникнуть с вами в саму суть города, который неразрывно связан с Иисусом Христом. О нем мы уже слышали несколько раз на нашем служении, и мы слышим его каждый год. Это Вифлеем. И мы проникнем в суть этого города, и что он значит для нас и для всего мира. Тема моей проповеди – величие незначительного Вифлеема. Величие незначительного Вифлеема. Я в нем не был, но я знаю, что некоторые здесь присутствующих были в нем и знают о нем. И это небольшой город в Палестине. И Уильям Альбрайт – это библейский ученый, и археолог подсчитал, что во время рождения Иисуса Христа там проживало в то время примерно 300 человек. По другим подсчетам, это примерно тысяча человек. Все это, конечно же, подсчеты, такие предположения. Но как в песне, которую мы только что спели, о малый город Вифлеем, город Вифлеем действительно был и остается маленьким городом. Даже сейчас этот город имеет чуть меньше 30 тысяч человек. Чтобы представить, это равно практически населению города Меримак, который у нас здесь. Поднятием руки, кто из вас знает о таких городах, как Эл-Карак и Ордания? Или Соло, Индонезия? Или Ротарао, я, может, неправильно говорю, это Ротаруа, Новая Зеландия? Неудивительно, что вы не слышали о этих городах. Я тоже о них не слышал, ничего не знаю. Потому что эти города являются самые менее посещаемые города в мире. Также они не имеют ничего такого особенного, выделяющегося, запоминающегося по сравнению с другими городами. Я уверен, что каждый здесь сидящий знает о таком городе, как Париж. Там, помимо многого, о чем знают люди в Париже, этот город знаменит Эйфелевой башней. Я знаю, что многие знают город Нью-Йорк, и все, в принципе, знают город Нью-Йорк. Помимо многого, там находится знаменитая Статуя Свободы. В городе Вифлееме было тоже что-то особенное, большое. Но оно даже не идет близко в сравнении с теми достопримечательностями, которые находятся в городах, как Париж, Нью-Йорк и другие города. И не сравнивается со всеми рождаемыми людьми, которые родились в этих городах и в других городах. И это большое несравненно величественно, и оно не сотворено людьми, как эти постройки, но сделано самим Богом. Как написал Клайв Луис, однажды в нашем мире ясли имели что-то, что больше всего нашего мира. Все из нас знают Вифлеем практически только по одному, что там родился Иисус. И вообще в мире большинство людей знают Вифлеем только по одному, из-за рождения Иисуса Христа. Это большое событие. В Библии мы видим, как Бог действует таким образом, чтобы возвеличить Свою славу. Обратите внимание на этот стих, который мы прочитали, записанный пророком Михеем почти 300 лет назад. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных». Бог говорит в этом стихе и показывает контраст малого Вифлеема с величием владыкой, который произойдет из этого города. Вифлеем вряд ли стоит сравнивать с другими большими городами, как Иерусалим и Хеврон. Но Бог показывает Свою милость в Вифлееме, чтобы вывести из Него Мессию. Почему? Почему Бог так поступает? Один из ответов – ну, Давид, он же царь, он вышел из Вифлеема. Поэтому вполне уместно, что Иисус должен быть в Вифлееме. И это правда, но в этом стихе об этом не говорится, заметьте. Объяснение Вифлеема в этом стихе, что Вифлеем маленький, незначительный, маловероятный. Мал ли ты между тысячами иудинами? В английской Библии говорится так. «Которые слишком малы, чтобы быть в кланах иудинах». Бог выбрал место маленькое, тихое, в стороне. И Он делает там настолько великое, что оно изменяет ход истории и вечности. Почему? Почему Бог так поступает? Он хочет лишить всякой возможности людей от хвастовства и достижения того, что они сделали. И сосредоточить все наше внимание на Его славу, на Его свободу и Его милость. Мы не можем сказать, ну, конечно же, Бог выбрал Вифлеем, посмотрите, какой это великий город. Мы не можем так сказать. Так не работает. Все, что мы можем сказать, это Бог свободен в Своем выборе. И Он чудесно милосерд. И Он хочет проявить Свою благость в таком маленьком и незначительном городе, в таком невероятном месте, как Вифлеем. Давайте вернемся в книгу царств, откуда начал Давид. Если вы откроете 1 ЦАС, 16 глава, там мы видим, что Бог хотел заменить Саула. Когда Он хотел заменить Саула, что Он сделал? Он послал Самуила в Вифлеем, в маленький Вифлеем. Когда Он хотел выбрать одного из сыновей Иесея, кого Он выбрал? Старшего? Самого молодого? 1 ЦАС, 16 глава, 11 стих. И сказал Самуил Иесею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иесей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иесею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». Помните Иакова и Иесава, «Больший будет служить меньшему». Бытие, 25 глава, 23 стих. «Господь сказал ей, «Два племени во чреве Твоем и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бог всегда так поступает. Что Бог сделал, когда Он хотел победить Голиафа? Выбрал великого воина, великий отряд, мальчика-пастуха. Когда Он хотел выбрать оружие, Он выбрал сильный острый меч, палецу, прощу. Почему? Почему Бог всегда так поступает? Почему Он использует незначительные города, младших сыновей, пастухов, прощу, ясли, горчичные зерна? Давид показывает нам, почему. Незадолго до того, как Он убьет великана. Первое царство, если вы откроете следующую главу, 17 стих, 17 глава, 45 по 47 стих. 17 глава, 45 по 47 стих. А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой, и трупы войска филистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь сом, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Бог использует маленькие города, мальчиков-пастухов, прощу, чтобы возвеличить свою славу в противоположность нашей малости и незначимости, чтобы показать, что Он в немалейшей степени не зависит от наших достижений, от наших сил, от того, что мы можем, от нашего величия. Вот как это сформировал апостол Павел в Коринфянам, первая глава с 27 по 29 стих. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Другими словами, Бог выбрал хлев, чтобы ни один владелец гостиницы не сказал, «Он выбрал мою гостиницу» или горницу. Бог выбрал яслие, чтобы ни один плотник не сказал, «Он выбрал ремесло моей кровати». Бог выбрал Вифлеем, чтобы никто не сказал, «Он выбрал наш город, великий город». Выбор Вифлеема маловероятного, незначимого, маленького, неизвестного, как место рождения Мессии, означает, что Бог выбирает своих людей и города с точки зрения того, что они могут дать Ему. Он проявляет свою благосклонность свободы и милости, чтобы никто не мог похвастаться, а только сказать «Слава Господу за Его милость и свободу». В этом смысл Вифлеема. Когда мы посмотрим на свои жизни, неудивительно ли то, что Бог, несмотря на наши слабости, наше падение, наше невеличие, Бог все равно использует нас, все равно использует нас для Своей славы. И Он продолжает это делать, несмотря на то, что мы часто подводим Его, спотыкаемся и грешим. Бог проявляет все равно Свою славу в нас и через нас. Он милостив и Он готов использовать нас для Своей славы. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы призвать каждого из нас прославить Бога за то, что Он использует нас для Своей славы. и попросим, чтобы Бог продолжал проявлять Свою славу через нас еще больше. Аминь. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, я благодарю, что Ты выбрал нас, людей, чтобы показать Свою славу через нас. И так хочется, чтобы наша жизнь, Господь, принесла именно не нам славу, а Тебе, Господи, чтобы слава была Твоей любви, то, что Ты сделал для нас, Господь. Помоги мне в моей жизни, Господь, чтобы она приносила славу Тебе. Помоги нам в церкови, Господь, так же, и чтобы она приносила славу, Господь, именно Тебе и Твоему Царству. Мы просим все на имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебе за этот пример Вифлеема, что Ты готов использовать такое малое, такое неизвестное, чтобы показать Свою славу, Твою милость, Твою благость. Я прошу Тебя за себя, помоги мне, чтобы Твое имя больше прославлялось, проявлялось в моей жизни, чтобы используя меня Ты мог быть прославлен в моей жизни. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас, помоги, чтобы Ты больше прославлен был в наших сердцах, в нашей жизни. Слава Тебе за то, что Ты еще используешь нас, Ты проявляешь свою милость к нам, свою безграничную любовь, чтобы Твое имя было прославлено. Будь прославлен в наших сердцах и дальше. Слава Тебе за все, наш Бог. Аминь. Аминь. Сейчас хворь прославит Господа.